Так, а теперь вы смело можете делиться своим, заодно поймем, можете ли вы делиться или нет. Не получается. Интересно. Это хороший тестовый опыт, сейчас мы поймем почему. Секундочку. Так, а что у нас может быть не так? Обычно это через безопасность и галочка. Так, галочка начать. Демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Разрешить всем участникам демонстрировать. Спасибо вам. Так. И вот вы по ссылке пошли на «Да». Так, мы, получается, создаем сейчас учетную запись. Сразу скажу, что заморочки у нас с воспоминанием записи с машины, поэтому не сбывайте свои пары. Так. Так, создать черную запись. Все, отлично. Вернулись вы на персональную, на заглавную страничку, на всякий случай. Так, на заглавную. Пошли сразу же по строению сетевых сообществ программы учебного курса. Ильдар за нами внимательно наблюдает и делает то же самое. Так. И чуть-чуть открутили назад, вниз, там, где категория вашей группы. Так, так, так. Ниже, ниже, ниже. А, вот. Вот, и отсюда мы утащим, мы можем зайти в правку этой странички, вот, и утащить вот эти заклинания, которые здесь написаны. Мы берем только вот эту часть, да? Да. И тут все. Обратите внимание, не торопитесь, я тут проговорю немножко, да? Обратите внимание, что я не хотел, чтобы внутри этой категории были бы действительно другие категории. Категория. Категория здесь такой ярлык, его повесишь на что-нибудь, его потом нужно и вытащить. А для того, чтобы, например, я повесил бы ссылку, но сказал ей, но ярлыка не делай, я делаю вот эти двоеточие перед категориями. Мы их потом у вас уберем. Но сейчас все хорошо, мы скопировали. Теперь мы нажимаем на собственное имя участника. Имя это в каком месте, вот здесь? Обратите внимание, пока она красненькая. Это означает, что такой страницы пока нет, но мы ее создадим. Нажимаем сюда. И нам говорят, создайте страницу с таким названием. Создать. Так, сюда мы копируем. Мы воспринимаем это как заклинание пока, да? Мы потом... Ну как, мы воспринимаем как заклинание это категории, которые полезны, и все здесь работает на основе категории. Единственное, что мы уже таким грамотным, что мы знаем, что двоеточие перед словом категории мы уберем. Не вот это, а которое перед словом стоит. А, перед словом категории, да. Да, и здесь то же самое. Ну и плюсик нам к большому счету тоже не нужен. Вот. Да. И все пока. Ну то есть это как бы... Это заметили свою страничку, что вы, во-первых, относитесь к категории в вашей группе. А, во-вторых, она относится к участникам из категории участники из высшей школы экономики. Как только мы сохраним эту страничку, у нас появится, во-первых, опыт создания первой странички в Вики. Так, здесь оставляем следить и написать страницу. И, собственно, отлично все. У нас появилась первая ваша страничка. Обратите внимание. Так, во-первых, если мы чуть вниз спустимся, мы потом сможем увидеть, что... Да, видите, у нас слева стоят, что она относится к категории 224 и юзер. Если мы нажмем сейчас на эту категорию, которая, как вы помните, была пустой... Нет, вот, которая выше. В этой-то у нас уже были люди. А в этой, как вы помните, никого не было. А, понятно. Написано. В этой категории, а сейчас мы видим, что и мы сами, мы с вами были молодцы. И Элидар времени зря не терял. Он тоже пометил себя нужными словами и тоже оказался и в этом волшебная сила категории, потому что они позволяют нам размечать информацию и вытаскивать ее. Есть еще одна важная вещь, о которой мы тоже проговорим. Иногда мы сразу к категории можем дополнить и сказать, те объекты, которые внутри категории, должны заполняться при помощи определенных форм. И многие вещи у нас внутри Вики так устроены, что им изначально предписана некая категория. Поэтому, если вы сейчас ткнете на себя, вот, да, участник, то видите, у вас, кроме того, что есть править, есть еще ссылочка править при помощи формы. И формы – это чудесная вещь, особенно с точки зрения организатора этой деятельности. Потому что она позволяет ему сразу говорить людям, которые на площадку приходят, то, что ты пишешь про себя, должно быть определенным образом структурировано. Ну, там, сразу выделите те объекты, которые вас интересуют, поставьте веб-страничку, напишите интересующие вас понятия и, например, средства, которые вы уже используете. И с этого будет счастье, во-первых, всем другим участникам, а самое главное – мне, потому что я буду знать, что под вас подстраивать. Поэтому здесь вы сейчас чего-нибудь понажимаете просто, чтобы увидеть, что это работает, а в дальнейшем помните, что это очень полезная организационная вещь, потому что можно рулить преподавателем, говорить, вот это, там, посмотрите вещи, которые нас интересуют, среды, с которыми мы уже умеем работать и так далее, и я от этого буду идти в ту сторону, которая будет вам полезна. Ну, то есть это можно редактировать прямо в процессе, да, ну, я думаю, что каждый из нас должен это заполнить, как домашнее задание. Да, потому что это первое домашнее задание, типа пришел, зарегистрировался, попал таким образом в группу, и я надеюсь, что у меня будет по итогу к следующему занятию 9 таких страничек, которые все будут лежать внутри этой категории. Ну, и причем обратите внимание, что иногда области знаний, они уже сразу тоже связаны с какими-то страничками, которые так устроены. Давайте теперь вы мне отдадите обратно, а, нет, давайте мы еще посмотрим на Ильдара быстренько, и заодно поймем, как мы можем с Ильдаром взаимодействовать. Это тоже важный момент. Так, тоже экран показать, да? Нет, можно вернуться. Можете тоже. Давайте мы, или уже отдали его экран? Еще, по-моему, нет. Если вы еще не отдали, давайте мы сходим к Ильдару пока сами. Давайте, я посмотрю со стороны. Да, вот он у нас тем более, что есть. Обратите внимание, он здесь уже про себя немножко написал, это он молодец, ну, понажимал, вернее, на то, что... Удивил, что нет физика особо. Вот. Ну, тут можно потом, кстати, я про это еще сегодня порассказываю, что то, что мы видим, оно тоже в нашей власти, и мы можем через меня или самостоятельно этим тоже рулить и новые вещи добавлять. Вот. Но я сейчас Марию использую в качестве такого показателя, а как мы можем взаимодействовать с участниками. Хорошей практикой это, ну, вот, то есть, если мы хотим в какой-то момент что-то Ильдару написать, то где мы это делаем? Мы приходим к нему на площадку, нажимаем кнопочку обсуждения, вот, а здесь задаем себе сразу новую тему. И он скажет вот про это, да, напишем там пока все, что угодно. Да. Ну, оно и есть обсуждение. Вот, здесь какие-то слова, обратите внимание, секундочку, до того, как вы нажмете кнопку записать страницу. Под тем, что вы это сделали, чуть-чуть поднимитесь наверх. Вот, я покажу такой маленький лайфхак, можно новую строчку перейти, вот, обратите внимание на этот козюбрик, который стоит в жирной курсив и какая-то вот такая вещь. Это ваша подпись и метка времени, когда вы ее сделали. Вот. А система помнит про это, вот у нее волшебные слова, а как только вы сохраните, появится надпись, в такой-то момент эту запись оставила Мария. Теперь можете... Так, без этой подписи не появится. Без этой подписи не появится. Без этой подписи появится надпись и, конечно, будет запись. Конечно, будет... Эльдар может потом по истории страницы посмотреть, кто эту запись оставил. И обычно, на обычных страницах мы подписи не оставляем, потому что они смысла не имеют. А вот в обсуждениях имеет смысл оставить подпись, чтобы он, как только пришел и увидел, что ему кто-то написал, мог бы сразу написать в ответ, а не искал бы там по... Это как напоминалка, да, после этого? А вот сейчас, сейчас... Теперь уже можно записать, да? Да. Мы просто увидим сейчас, что... Вот, обратите внимание, что вот она написала, и появилась эта запись, и более того, ссылка на ее обсуждение, и между вами потом может организовываться, либо не организовываться дискуссии, но в Вики они устроены так. Вики на самом деле очень слабо поддерживают социофилов, ну и как бы идти в Вики, приходить в Вики, чтобы общаться, смысла, конечно, нет. Не для этого она сделана. Но, тем не менее, какие-то вещи здесь для этого есть, вот, и тоже можно их использовать, мы потом отдельно про это тоже можем проговорить. А Эльдару сейчас пришло оповещение о том, что я что-то сделала? Хороший вопрос. В этом надо Эльдару спросить, а по-хорошему... Ну, прямо напоминаю, как это не вышло, просто обсуждение, вот эта кнопочка, которая была, оно стало синего. Давайте мы вернемся, посмотрим на это, как раз с точки зрения Эльдара. Я надеюсь, что у него экран покрасился в желтый цвет, и появилось оповещение. Ну, может быть, нет. Мария, давайте закроете, а Эльдар откроет, и мы увидим с его точки зрения. Так, сейчас мы можем. Так. Вот и все, да? А, нет, мы получили... Да, вот мы видим, вверху вы получили новое сообщение. То есть, первый этот, он как раз о том, что... Вот здесь что-то должно было быть, да, или в желтом? Нет, смотрите, чуть выше над вами стоит надпись, вы получили новое сообщение. Может, вы его не заметили? Да, 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 да. У меня просто... Я-то поставил... Да, зом закрыл. Все вижу сейчас. Я как бы нажимаю на... Скажем так, не больно оно какое, но, тем не менее, такая возможность есть. И... Да, еще одну вещь открою. Обратите внимание. Важная вещь, я ее проговорю. Да, вы тоже можете подписаться. Это такие разные пространства. Вики, на самом деле, устроено... Надо, наверное, проговорить, потому что к этому часто будем обращаться. Я сейчас со своей точки зрения поэтому пображу. Вот. Она устроена так, что пространства разделены. Мы отдельно имеем пространство имен, пространство страниц. А и там у нас статьи. И отдельно у нас лежат пространства участников. Это отдельный... А обсуждение – это тоже отдельное пространство. Вот. Поэтому... Почему я про это говорю? И какая польза от тех слов, которые сейчас прозвучали? Зачастую люди начинают что-либо делать и пугаются. Ну, им страшновато. Типа, я что-нибудь сейчас испорчу. Я... Даже не то, что я сейчас что-нибудь испорчу. Это вещь вики прямо... Ну, сложная. Вот. Сложная почему? Потому что мы всегда можем посмотреть на историю страниц. И давайте мы Эльдара здесь попросим побыть таким. Можно всегда вткнуть на историю и посмотреть, а что происходило. Прямо вот даже... Вот я нажал на историю. Это история обсуждения или история страниц? А, это обсуждение участника. Ну, вот на что нажали, на то... Да, вот я... Значит, мне надо, если я хочу посмотреть историю, мне надо вернуться в страницу. Да, вот я возвращаюсь на страницу свою. Ну, реально. Вы нам показали, что эта история есть. Ага. Ну, давай сейчас. А можно потом любую страницу откатывать назад. Поэтому бояться, что что-нибудь вы испортите, не стоит, потому что всегда можно откатить. Ага. Как бы по определению. Вот. Та же ваша страничка. Вот эта история изменений тоже, она есть. Вы всегда можете и сравнить предыдущие версии. Можете откатить версию, либо выбрать ту, которую вы редактировали. Бояться. Ну, я только покажу, например, я могу сюда и нажать. Ну, вы можете войти в любую из них, можете нажать на нее и оказаться в предыдущей версии. Нажмите, чтобы мы... Ну, как раз я копировал, да. Я вот первоначальный версий, когда я полностью текст скопировал, вставил. Ну, да. А потом вы можете к нему вернуться, либо, если вы сейчас будете его редактировать, он скажет вам, вы редактируете прежнюю, действительно ли вы этого хотите. Ну, то есть он так проверяет вас. Но в любом случае, как бы, уверенность в том, что сломать ничего нельзя, должна у вас присутствовать. Кроме того, у вас должно быть чувство, что вы можете писать там, где никто за вами не следит особенно, и то, что не попадает в историю поиска. Я не знаю, зачем это нужно. А, нет, ну, знаю. Иногда я и сам так экспериментирую и создаю какие-нибудь площадки, которые называются типа сэндбокс. Как это сделать и как с этим работать? Самый простой способ – это, потом я и свои тоже смело покажу, но пока на ваших. Это после, например, участника ИДАР поставить слэш и написать там, например, сэндбокс, моя песочница и всё, что угодно. Тогда появляется новая ваша страничка, которая нигде в поиске на Вики видна не будет. То есть это где писать? Сверху там? Как мы вообще создаём новые странички? Давайте мы выделим участника ИДАР, то, что у вас именем страницы. А заодно я скажу ещё одну вещь. Нет, вот прямо на экране. Да, вот это, ага. А прямо всё, участник ИДАР, мы прямо вас хотим как такую сущность. Вот я, кажется, не там ли нахожусь, что ли? Вы там находитесь, всё у вас хорошо, вы от начала строки участник ИДАР выделите до конца и скопируете. А, вот это, да? Да. Теперь вы это вставляете в окно поиска, искать в поле цифровой дидактики, сюда это копируете. После этого делаете слэш. Это такое, да? Да. И пишите, например, сэндбокс, ну, что хотите, песочница, там, всё, что угодно. Есть, ментор, да? Да. А вообще говоря, любое нажатие, любой такой ввод означает для системы, что ей предлагается либо найти такое слово, если оно есть, у него сошлётся, либо предложит такую структуру делать. Смело нажимаем «Создать» и у вас получается этот ваш сэндбокс. Ну, и делайте с ним что хотите, внутри его экспериментируйте, делайте что угодно. Теперь давайте мы инструментально отдадим мне в руки, и я показываю вещи вокруг, которые будут нам тоже нужны. Так, так, так. Вернулись мы сюда в мои... Так, надеюсь, всё видно, всё хорошо. Смотрите. Это вообще поле, по которому мы можем бродить, в которое мы можем отслеживать. Это поле во многом у нас такое рабочее, из которого мы понимаем, а как организуется совместная деятельность, и как мы внутри этого что-то можем делать. Секундочку, сейчас я ещё... Так, что у нас есть? Мы всегда можем посмотреть на свежие правки, которые оставляют люди, и зачастую это бывает важно. Ну, сейчас мы с позиции организатора деятельности. Да, у вас пришли люди, начали работать, вы хотите понимать, где им нужно опомнить, что у них получается, что нет. Вы просто можете смотреть, а что происходит с этой площадкой, и какие вещи у нас тут есть. Всегда можно зайти, помочь, посмотреть, показать. Если интересно, что происходит внутри этой группы, всегда можно прийти именно про этих участников посмотреть. Ну, и тут тоже всё понятно. У нас есть категории. Вот. Кроме этого, есть куча полезных вещей, которые внутри вики описаны. И тут... Сейчас я покажу, где что может быть. Но опять-таки, в рамках того, с чем мы можем работать, и какие вещи нам доступны. У нас есть руководство рецепты. Они про разное многое. Я, наверное, отдельно вытащу статьи, которые связаны с тем, что мы можем что-либо делать в вике. Но тоже можно посмотреть сюда. Какие-то рецепты для вас. Отдельно вытащу прямо на страничку группы. А что мы можем делать? Как добавить таблицы в вики, как добавить видео и так далее. Ну, полезные рецепты, которые могут пригодиться. То есть, иногда стоит посмотреть и спросить не меня, как что-нибудь сделать, а попробовать самой и найти. Типа, знаю я, как это происходит. Вот. Визуальные блоки. Что нам тут ещё может пригодиться? Волшебные слова я хочу показать. Если они, конечно, есть. Так. Нет. Пока только показал, что это работает. Здесь с этим можно жить. Можно находить вещи. Говорить, вот этого не хватает. А хотелось бы. Потому что это вопрос рецептуры. Не всегда догадаешься, кому что нужно. Вот. Следующий момент. Это где, что есть, из чего всё складывается. Мы сегодня говорили про категории. И я надеюсь, про них было понятно. Это то, чем размечены у нас многие вещи. И, кстати говоря, если мы будем ходить по понятиям или по другим, то обратите внимание, что для них прямо сразу написано. Эта категория использует форму понятия. То есть, всё, что там есть, оно и будет описываться при помощи формы. И это мощное средство, про которое я уже говорил. Типа, мы говорим, писать надо вот так. Вот. Но иногда возникают недоумения и слова. Что это у вас написано так? Мы думали, что можно написать по-другому. Ну, например, мы вошли в эту форму, и мы видим, что в области знаний, может быть, нам не хватает каких-то слов. Может быть, какие-то слова будут лишние. Откуда они вообще берутся? И что мы с этим можем делать? Обратите внимание, что Вики-площадка – это то, где многое в ваших руках. Не скажу, что всё, но многое. Там, через меня и через непосредственные возможности что-нибудь на площадке изменить. Давайте мы про это что-нибудь безобидное сделаем прямо сейчас. Я, конечно, немножко боюсь всегда. Но, с другой стороны, сам же я говорю, что испортить-то ничего, по большому счёту, нельзя. Поэтому давайте мы посмотрим и поищем слабых мест, возможности что-то поменять и возможности понять, из чего оно всё собирается. Значит, да. Заодно и про инструменты для страниц тоже скажу. Но самое главное, из инструментов, которые здесь есть, думаю, нужна ли нам такая возможность, как загрузить файл. Думаю, что пока нет. Вот. Это касается всякого рода изображений, картинок и так далее. Если вы захотите что-то собирать, сразу скажу, что для многих объектов, которые где-то открыто размещены, у нас есть такая возможность просто сослаться на этот объект и картинка встроится прямо в площадку. Но если будет такой запрос, то про это расскажу. Если объекта такого нет, мы можем его загрузить и он появится на площадке. Быстренько расскажу, хотя это, наверное, не важно сейчас. Мы можем встроить какой-то файл, который мы где-то создали. Ну, например, какая-то картинка, которую мы породили, считаем нужным ей поделиться. Мы можем положить сюда, встроить страничку. Не буду показывать, тем более, что про это есть рецепт. А расскажу про инструменты и скажу, что у нас есть специальная прекрасная страничка, которая называется «Служебные страницы». И там куча всего важного и полезного. И мы часто будем к ней обращаться, потому что она про организацию совместной деятельности. Там масса всего. Там есть, например, все категории, которые есть. простая сборка, но, тем не менее, полезная. Ну и можно понимать, откуда она берется, к чему она ложится. А, например, захотим найти участников, которые тут есть, найти себя, что бывает. Люди зачастую забывают свои имена и приходят со словами «Я забыл, я кто я». Для того, чтобы вспомнить, кто я, это вопрос список участников. Всегда их можно посмотреть. Себя там можно найти. Наверное, их можно порядочить по дате создания. И не так. А вот в обратном порядке, если можно. Да. Ну и найти себя. Буквально мы вас тут и находим, как последний, кто зарегистрировался. Если что. Ну, полезная, может быть, вещь. Вот. И другие категории здесь же. Так. Категория свежих правок, файлов, медиафайлов, которые тут лежат. категории ссылок, категории ссылок, поиска и так далее. вот про этот раздел поговорю, потому что важный. И это то, из чего мы собираем многие вещи на площадке. Концепт. Или концепция, как иногда оно здесь звучит. Странное такое определение. это если мы хотим какую-то динамическую вещь найти. Ну, например, мы хотим, сейчас мы куда-нибудь войдем в знакомый концепт. Например, мы хотим найти в языках программирования все, для кого указано свойство какое-нибудь. То мы прямо и пишем такое. Сейчас я покажу его изнутри, как он описывается. Может быть, в какой-то момент у вас возникнет желание концепты посоздавать и поэкспериментировать с этим. Это очень простой концепт. Есть гораздо более сложные. Но я просто здесь пока обозначил, что можно в концептах посмотреть и свои собственные посоздавать. А не этого я хочу сегодня от вас. А более сложных вещей это свойства. Так. Сил моих на это сегодня... Похоже, что это отдельная большая тема. Она связана вот с чем. Как раз с семантическими свойствами, которые есть у страницы. У него всякие вики это есть. У этой есть. И это сильно позволяет нам облегчить поиск внутри. И это очень важно То есть, если мы указываем в свойствах страницы её определённые свойства, мы потом по этим свойствам можем доставать информацию. Я это сейчас покажу на реальных примерах, чтобы это было понятно, зачем и куда берётся. А здесь пока только скажу, что свойства мы можем указывать. вот, и эти свойства мы можем потом использовать и менять. Вот если вы обратили внимание, у нас в категориях, например, для областей знания были указаны их свойства. Откуда они брались? они существуют только потому, что мы эти свойства в какой-то момент определили. Так, сейчас я с одной стороны попытаюсь так, 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 я хочу какое-нибудь понятие показать. Ну, например, та же выполняемая статья. Вот, если мы войдём в правку при помощи формы, мы увидим, что там есть область знаний. Если мы войдём в правку прямо, то мы увидим, что называется эта область знаний, как она называется, Филдогнович. И, соответственно, здесь мы можем среди свойств это свойство тоже найти. Вот. И вот оно у нас тут такое, но это не такое, потому что оно навсегда здесь задано. Оно такое, что мы их пишем сами, мы их сюда добавляли, и мы можем его, собственно, и поменять. Если вы стремительно скажете мне, что хотите вот именно такое свойство прямо сейчас и добавить. Ну, и мы тогда потом его в поиске статей и страниц сможем использовать. Это такой важный и полезный, говорите. Ну, то есть, вот как раз то, что Ильдар говорил, что нет физики, мы можем её сюда добавить. Нет, физики есть, просто нету статей, как и в странице по этой категории. А, потому что никто про физику не добавлял. Да, никто не писал. Оставили мнение. Вот. Да. Ну, это как бы... А, может быть, другой подход. То есть, мы можем сейчас не добавлять новые свойства, а можем, например, более интересную вещь сказать. Мы хотим, например... Так, подождите, а почему у нас физики не было? Действительно не было? Нет, нет, есть. Я имел в виду, что нету статьи по категории физика. То есть, она красная была. как физико присутствует. Секундочку. Это не совсем так. Да. Смотрите. Вот у нас категория понятия. Неважно. Вот здесь. и вы говорите, что там какой-то... Вот здесь чего-нибудь не было. Да, да, красная. Это означает, что статьи... Это означает буквально следующее. Статьи такой нет. А как категория, на которую цепляются статьи, которую люди оставляют, запросто может и быть. Потому что... Сюда сейчас нажмем. Да, статьи такой нет. Но если мы по этому свойству будем искать, ну, как именно по свойству, мы их потом добудем и достанем. То есть, если вы напишете статью физику, классно. Вот. Но это не означает, что как бы свойства и статья немножко разные вещи. Так. Понятно. Не. Пока непонятно, потому что я пример не показал. Я понял, что различаются эти... Да. Третья вечер. Тамарик, Тамар, не могу сейчас меня заняться. Позже, я тебе сама звоню. Хорошо? Простите, удаленная дочь. Так. Так. Это я говорил, что у нас в свойствах, например, была физика. А, я вот на что хотел. Вот сюда области знаний. Они все у нас относятся и делятся. А вот здесь, обратите внимание, мы можем там... Ну, я много вытащу сюда с тем, чтобы просто показать, что это работает. Обратите внимание, что иногда объекты могут... я думаю, что мы найдем здесь... Ну, то есть, статьи педагогика нет, а то, что относится к этому свойству, мы находим. Я уверен, что и с физикой будет то же самое, потому что наверняка они отправляются, но здесь это показ того, как мы с этим работаем, как мы это достаем. То есть, что мы можем это извлечь потом из системы и с этим потом работать. Вот. Это было о свойствах. Мы не поменяли сегодня свойства, но мы поняли, что они нам доступны, и мы с этим можем жить. Вот. И что еще здесь? Типы нет, не хотим концепту, я сказал. Еще у нас есть такие вещи, как семантические вещи, это формы и шаблоны. То, при помощи чего мы создаем эти статьи, при помощи чего мы работаем, вот. Да, и возможность создания, собственно, новых свойств тоже у нас тут зарыто, но это в том случае, если мы захотим с этим потом дальше жить и с этим потом дальше работать. Вот. Ну, смотрите, я бы тут это оставил на запросы. Ну, не факт пока, что это вещи, которые прямо нам понадобятся, а скорее всего нам нужны будут конкретные примеры, как это работает и с чем это можно показывать. я бы здесь пока обратил внимание на опять-таки вернулся бы на страничку курса и показал следующую вещь. Вот у нас сам курс. Мы ходим по его страничкам и он в какой-то момент говорит нам, а вот какие ключевые понятия. И вот они у нас там такие, да. и выглядит так, как будто сидел, я собирал всю табличку, а на самом деле я ленюсь и я достаю вещи, к которым я задаю вопросы и говорю, достай нам, пожалуйста, эти понятия, в которых про это говорится, в которых, например, представлены социальные объекты. Да. Поэтому если я войду сейчас в правку, то вместо вот этой прекрасной таблички я увижу запрос к системе, который говорит мне следующее. Достань мне статьи, которые лежат в категории комьюнити сообщества, для которых есть социальный объект, для которых и покажи мне их так, напиши там адрес сообщества, их описание и социальный объект. И когда мы вернемся сюда, то мы увидим, что мы получили то, что мы сделали в запросе, но система она умная, она показывает нам все, что мы сделали. И вот это как бы совместная деятельность, когда очень многое за нас делают агенты. И вот это одна из интенций у меня, показывать инструменты на уровне того, что многие вещи, мы просто говорим запрос, и уже они за нас все это собирают. и во многом площадка так устроена, ну и одно из надежд это вот нужно попробовать научиться использовать это богатство возможностей не только внешних инструментов, но даже и на самой площадке, потому что для многих вещей, тоже я быстренько попробую похвалиться, ну например, есть у нас такое понятие, как событие, событие, которое происходит, и они автоматически появляются на карте, ну там я нажму, например, какое-то событие происходило, как только мы просто про него пишем в форме и указываем его координаты, то тут же оно появляется, где оно происходило. Ну это такое не очень большое чудо, но тем не менее, когда их накапливается довольно много, вы понимаете, что очень многие вещи, они сейчас, ну скажем так, не требуют уже нашего, то есть мы можем про них забыть, а они все равно будут при помощи этих средств реализовываться и возникать, и мы можем с этим вместе работать. То есть это с одной стороны чудесные средства, а во-вторых .